Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшняя наша тема лекции – мегалобластные анемии. Докладчик, старший преподаватель курса гематологии Самаркандского медицинского института Мадашева Анаджон Гасхановна. Мегалобластные анемии. К мегалобластным анемиям относится группа приобретенных и наследственных анемий, характеризующихся наличием в костном мозге своеобразных клеток красного ряда мегалобластов. По данным ВОЗ-анемии считается снижение содержания гемоглобина для детей от 6 месяцев до 6 лет ниже 110 грамм на литров, от 6 до 14 лет – 120 грамм литров, Взрослых женщин – 120 грамм литров, взрослых мужчин – 130 грамм литров. Классификация D50, D53 – анемии, связанные с питанием, D50 – железодефицитные анемии, D51 – витамин В12 – дефицитная анемия, D52 – фолиеводефицитная анемия, D53 – другие анемии, связанные с питанием. При анемиях наблюдается не только количественные, но и качественные изменения эритроцитов. Их размеры – анизоцитоз, форма – пайкилоцитоз, окраски, гипонорма, гиперхромия. Витамин В12 – дефицитные анемии. Витамин В12 – дефицитные анемии сопровождаются появлением в костном мозге мегалобластов, этиология и патогенез. Фолиевая кислота и цианкабаламин в виде коферментной формы метилкабаламина необходимы для синтеза тимидина, входящей в состав ДНК и РНК, что обеспечивает размножение кроветворных клеток и клеток пищеварительного канала. В виде других коферментов без оксии ДНК участвует в распаде и синтезе некоторых жирных кислот. Нарушение синтеза жирных кислот приводит к уменьшению синтеза миелина, нарушению расщепления жирных кислот в накоплению в организме метилмалоновой кислоты, токсичной для нервной системы. Для всасывания цианкабаламина необходим внутренний фактор, секретируемый паритальными клетками желудка. Комплекс цианкабаламина с внутренним фактором поступает в тощую кишку и присоединяется к специальным рецепторам внутреннего фактора. Без этого присоединения цианкабаламин практически не всасывается. В плазме крови цианкабаламин связывается с белками, главным образом транскабаламином-2 этот белок синтезируется печенью. Причины дефицита цианкабаламина, нарушения секретов внутреннего фактора чаще всего отмечаются при атрофии слизистой оболочки желудка, анемии, одессона, бирмера, заболеваниях желудка, полипозы, раки и других опухолях после гастроэктомии. Нарушение всасывания цианкабаламина при хроническом энтерите после резекции тощей кишки, при этом изменяется всасывание и других веществ наследственного нарушения всасывания болезни Эмерслунд-Грисбека. Конкурентные поглощения цианкабаламина в кишке при инвазии широкого ланцета, активизации кишечной флоры, при синдроме слепой петли, дивертикулезах толстой кишки. Причины дефицита цианкабаламина продолжения – полное исключение из рациона продуктов животного происхождения, нарушение внешнесекреторной активности поджелудочной железы, в результате которого изменяется расщепление протеина Р и в результате цианкабаламин не может связаться с внутренним фактором. Наследственный дефект снижения количества транскабаламина-2, вследствие чего изменен транспорт цианкабаламина в костный мозг. Клиника. Независимо от причины, которые проявили к дефициту цианкабаламина, клинические проявления этого вида анемии аналогичны, характерны поражению системы кровотворения, пищеварительного канала, нервной системы. Витамин В12 дефицитное анемия чаще наблюдается у людей пожилого возраста, но может возникнуть и у лиц молодого возраста. Заболевание развивается постепенно, появляется утомляемость, общая слабость, сердцебиение, одышка. Многие больные длительно отмечают диспепсические расстройства. Больные чаще полные, кожа бледная, наблюдается легкая желтушность, склер. У 1 четверть больных отмечаются субъективные и объективные праздники глаз сита. Продолжение клиника. Селезенка и пищен могут быть увеличены. Неврологические изнеменения разнообразны и обусловлены поражением задних боковых корешков спинного мозга, фуникулярный миелоз и церебральными нарушениями. Появляется мышечная слабость, парестезия, в тяжелых случаях нарушается вибрационная и глубокая чувствительность. Диагноз витамин В12 дефицитный анемий ставится на основании наличия характерных изменений крови, гиперхромия, макроцитоз и утроцитов, мегалобластов в пунктате костного мозга, определения уровня витамина В12 сыворотки крови. Изменение крови характеризуется поражением всех трех расков кровотворения. Определяется анемия, травмоцитопения и нитропения. Анемия гиперхромная, реже нормохромная, цветной показатель норма или выше единицы. Эльтроциты большие, макроциты, часто ововидные формы, но выявляются и малые эльтроциты. Нередко в эльтроцитах обнаруживаются базофильная пунктация, сердце жолли, кольца кебо, выраженный пойкилоцитоз. Количество ретикулоцитов снижено или нормальное. При цианкобаламин дефицитной анемии повышен уровень билирубина за счет увеличения содержания его непрямой фракции. Очень характерна полисегментация нейтрофильных гранулоцитов. Костный мозг гиперплазирован, красный росток раздражен и представлен мегалобластами. При тяжелых нарушениях эритропоэза число мегакариоцитов уменьшено. Для выявления причин витамин В12-дефицитной анемии у больных следует проводить рентгенологическое, эндоскопическое исследование пищеварительного канала, гельминтологическое исследование, посев кишечной флоры. Вот перед вами это мегалобластный тип кровотворения при витамин В12-дефицитной анемии. Витамин В12-дефицитная анемия. Уровень витамин В12-фалатов при наиболее распространенных видах анемии. Витамин В12-сыворотки снижено. При железодефицитной анемии он повышен. Витамин В12-эритроцитов снижено. При железодефицитной анемии он повышен. Фалаты сыворотки снижаются. Фалаты эритроцитов снижаются. А при железодефицитной анемии она увеличивается. Лечение. Нельзя начинать лечение с анкобаламином до установления точного диагноза. Так как даже одна иннекция этого витамина может полностью изменить морфологию костного мозга. Привести к ошибочному диагнозу. Основным методом лечения анемии обусловленной дефицитной цинкобаламина является парентеральное введение этого витамина по 100-200 микрограмм ежедневно в течение 6-7 дней до возникновения ритикулоцитарного криза. Который развивается на 5-6 день лечения и служит ранним критерием эффективности терапии. Затем те же дозы анкобаламина применяют через день до наступления ремиссии. Критерием которой является нормализация состава периферической крови, костно-мозгового кровотворения. Обычно лечение продолжается 4-6 недель. При фуникулярном миелозе цинкобаламин вводят по 500-1000 микрограмм ежедневно в течение 10 дней, затем 1-3 раза в неделю до исчезновения неврологической симптоматики. Не следует рекомендовать использовать для лечения сырую или полусырую печень во избежание глистных инвазий. Кроме того, препараты цинкобаламина, цинкобаламин и оксикобаламин более эффективны. Преливание метроцитарной массы проводит по жизненным показаниям коматозное состояние, резкое нарушение гемодинамики. Больные с дефицитом цинкобаламина пожизненно получают этот витамин по 100-200 микрограмм 2 раза в месяц.